Всех благ и пусть будет мир. Добрый день, Григорий. Добрый день, Сусанна. Спасибо, что вы приняли наше приглашение. Сегодня мы будем говорить об удинах. Мы все прекрасно видим и знаем, как Азербайджан настойчиво продолжает искажать исторические реалии, связанные с армянством Арцаха, с удинами и связывая это с удинской проблемой. И сегодняшнюю нашу беседу я попрошу, Григорий, начать вам, поскольку вы узкоспециализируетесь на проблемах коренных народов Кавказа и удинская проблематика в центре всегда была вашего внимания. Итак, какую цель преследует Азербайджан, искажая историю? Ну, благодарю вас за приглашение. Это очень важная тематика, которую стоило затронуть и уже стоило затронуть давно. В первую очередь Азербайджан пытается присвоить историю соседнего народа, народа которого, который подвергался на протяжении многих десятилетий, если не больше сказать, гонениям. Достаточно вспомнить, можно сказать и заявить о том, что удинский народ, единственный братский, родственный народ армянскому народу, который на протяжении исторической истории подвергался таким же гонениям, можно сказать, близнец судьбы с армянским народом и с армянством Азербайджана, как и в начале 20 века, так и в конце 20 века, стал жертвой политики, геноцидальной политики Азербайджана. Присваивание истории удинского народа, пытаясь шантажировать и спекулировать на вопросе истории удинского народа и в частности Кавказской Албании, к которой якобы он имеет какое-то отношение. На самом деле мы должны вспомнить следующее. Мы должны вспомнить, так скажем, печальную судьбу удинского народа, который на протяжении истории вполне возможна и, наверное, более многострадальным даже был, чем армянский народ, разделивший его историческую судьбу во многом. Во многом. Мы можем вспомнить, что удинский народ, в принципе, мы должны об этом говорить, что это братский армянскому народу народ, единоверцы, которые подверглись гонениям, как в начале, как я сказал, так и в конце 20 века. Мы должны вспомнить о том, что и сейчас удинский народ во многом находится в опасности. Мы должны вспомнить о том, что в 18-20 году, в начале 20 века, во время геноцида армян на территории современного Азербайджана, удинский народ тоже подвергся многочисленным гонениям и притеснениям. Да, они наши единоверцы, имели нашу антропонимику общую с ними, между прочим, общую культуру с ними, одинаковую. Удинский народ, естественно, имеет свою культуру, свой особенный язык, так называемой лезгиноязычной группе принадлежащей, но если бы не было событий 18 века, то эта группа называлась бы удиноязычной, потому что мы должны вспомнить, что, к слову, в это время самым большим народом христианское исповедование, армянской верой, между прочим, этой группой языков был именно удинский народ. И в результате мы имеем со стороны Азербайджана попытки шантажа, искажения истории и так далее и тому подобное. В 90-х годах группа во главе с кавказоведом Зазой Алексидзе в монастыре святой Екатерины на Синае обнаружила, и после этого гиперт и шульцы расшифровали лингвисты немецкие, расшифровали грузинско-албанский полимсест, после которого никакой известный, уважающий себя историк не может ставить под сомнение о том, что как минимум во время развитого средневековья в царстве втором, в кавычках, да, так называется, второе албанское царство Шаки, Нухи Шаки с центром в этом городе, это было фактически уже государство утийцев. Мы имеем об этом многочисленные, значит, упоминания, ну, многочисленные, не многочисленные, Льованес Драсхана Керци, значит, и многие армянские историки упоминают, где они ставят разницу между кавказскими албанцами, то есть албанцами Ахванг-Асаца, говоря, и утийцами. Это факт, и после расшифровки кавказско-албанских полимсестов в этом никакого вопроса и сомнения не может быть абсолютно. Что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас со стороны Азербайджана попытку исказить историю, присвоить историю удинского народа, который был народом-доминантом царства Шаки-Эрети, и в том числе мы должны вспомнить также, когда говорится, что Месроп Маштод создал алфавит для албанцев, и мы сейчас, вот не сейчас, а уже в 90-х годах было обнаружено и дешифровано, после этого никакого сомнения не может быть в том, что третий брат наш не то, что, как говорят, да, как в советское время говорили, что, значит, грузины, азербайджанцы и армяне – братские народы. Нет, на самом деле грузины, армяне и кавказские албанцы – удины. Для развитого средневековья это без сомнения, что речь идет именно об удинах, как о народе-доминанте Кавказской Албании, и в данном случае Багратицкого царства албанского, северные куры, западная часть бывшей античной Кавказской Албании, сформировался этногенез удинского народа как основного ядрового народа Кавказской Албании. Так что вся история и все остальное, относящееся к этому вопросу, то, что касается северной куры, относится в основном к ядровому крупному удинскому народу. Мы не будем сейчас говорить про античность и средневековье, это может привести к глубоким, так скажем, уходу в глубокие дебри. Но по факту остается так. И по факту остается несколько примеров, приведу из новой истории, к слову. Например, мы должны вспомнить, что происходило в конце 80-х, начале 90-х годов. По факту азербайджанская сторона ту же политику геноцида, которую проводило к армянству Азербайджана, пыталась вылить, экспортировать. И в отношении удинов, не видя между ними разницу. Но это, знаете, с одной стороны, они пытались присвоить историю удинов, с другой стороны, не ставили разницу между удинами и армянами. И зачищали территорию. Зачищали территорию и хотели построить, значит, в религиозном отношении чисто исламское и в этническом отношении чисто тюркское государство, где не могло и не может быть места ни для каких коренных народов, христианских и нехристианских, кроме тюркского упоминания, в данном случае тюркскости этих народов. Значит, можно вспомнить о том, что в селе, не в селе, в то время уже город Варташен был, из около трех тысяч этнических удин осталось всего 74 человека. Значит, диафизитского исповедания, так скажем, «православного», в кавычках, потому что армянская церковь тоже древневосточная православная церковь. И вот мы имеем вот такую трагическую ситуацию. Давление было на население Ниджа. В 90-х годах несколько попыток зачистить село, в том числе оставшееся село. И сейчас эти люди там, к сожалению большому, остаются в качестве резервации. И с азербайджанской стороны попытка эксплуатации этого вопроса в своих национальных целях, хотя Азербайджан в принципе никакого отношения к наследию Кавказской Албании не имеет. У нас к наследию Кавказской Албании имеет именно удинская община. Ее осколки на всем бывшем советском пространстве, которая во многом община сформировалась, диаспора, именно благодаря политике Азербайджана. Вот как сформировалась аудинская община Армении? Наверное вопрос уже госпожа Абрамян. Спасибо вам также за приглашение. Ну вот как сказал Григорий, были переселенцы из Барташина как в 20-х годах, которые переселились в Грузию, также организовали район Варташина в Ереване. Именно армяне иудины переселившиеся из Варташина и Елизаветпольской губернии. Многие об этом не знают. Вот так и в 90-х годах варташинцы поселились в Ставушской области Армении, живут спонтанно в Дебедаване, Баграташине, Патхаване, Ахтанаке. Это получается добеженцы. Хотя были беженцы и уже с 20-х годов, которые переселились во время гонений. Ну как мы... Понимаете, история удины разрывно связана. Говорить об удинах и не говорить о гонениях, общей судьбе с армянами никак невозможно. Ну в основном, например, в Патхаване проживают беженцы из Барташина. В Баграташине очень много беженцев из другого селения Ниш, где очень много жило удин. И фактически поселок Ниш единственным остался на территории Азербайджана, где пока живут удины, к сожалению. При том, если они раньше там жили около 4 тысяч, 5 тысяч, многие вот в 90-е годы, подвергшись гонениям, уехали в Россию, в Грузию, в Армению. Ну, задачи, конечно, у нас... Наша организация организовалась в 2018 году. Мы, значит, в Баграташине было очень такое мероприятие, торжественное открытие организации, которое спонсировало Министерство культуры, за что приносим большую свою благодарность. Мероприятие прошло с концертной программой, с выступлением историков, этнографов. Очень многие вот проживающие в Баграташине армянское население впервые познакомились с историей Удин. Многого они не знали. И как-то отношение к ним тоже, конечно, изменилось. Но организация намеревалась продолжить мероприятие, продолжить, начать изучение языка. Потому что все-таки вот взрослые пока знают язык, а уже будущие поколения, так как живут в окружении неудинском, постепенно забывают. Я, например, знаю, что ваша мама написала словарь Удина, армянский. Да, она хорошо владела языком. Ну, много по поводу словаря. Там очень много интересных, конечно, параллелей. Да, и с армянским языком. Много очень заимствованных слов из разных языков, потому что Удины всегда жили в окружении разных народов. Много также иранских слов. И на сегодняшний день много и азербайджанских слов. Все-таки в каком окружении люди живут, независимо от себя происходит заимствование. А вы пытаетесь сохранить язык здесь? Ну, для того, чтобы вот эта задача, конечно, должна иметь также государственный подход. Но, к сожалению, в 2019 год, мы все знаем, начался коронавирус, затем тяжелые последствия войны. И вот недавно, в 2021 году, а также в 2022, мы провели около трех мероприятий, довольно-таки больших. От нашей организации был представлен очень молодой, талантливый скульптор на международном симпозиуме скульптора в Апаране, и который явился автором... Удин по национальному? Нет, просто представлял... Ну, есть какие-то корни. Представлял нашу общину. Да, и был установлен бюст, явился автором бюста Селикяну, выдающегося полководца, этнического Удина, сына армянского народа, который очень много сделал для Армении, мы знаем, благодаря которому, ну, существует и Ереван, который участвовал в взятии Муша, Бетлиса и так далее. Один из талантливейших военачальников, как об этом сказал Бахрамян. Затем мы вот недавно также провели мероприятие совместно с культурным центром Ереванского госуниверситета. Были выступления, опять-таки, историков, этнографов, была прекрасная концертная программа. выступил со словом ректор Уван Исиан госуниверситета. Большую благодарность хочу выразить руководителю культурного центра имени Шарли Азнавыра Карине Давтян, которая очень профессионально подошла, очень с большим пониманием, поскольку тема очень слободневная. Как мы знаем, история повторяется все-таки. И Селикян является примером для молодых людей, для молодых военнослужащих. его героизм. Ну, хочется, конечно, все это продолжить. И хочется, конечно, желательно иметь какое-то, хотя бы незначительное, но спонсирование, поскольку люди, которые задействованы, живут очень далеко от Еревана. Ну, почти на границе с Грузией. Это пять часов езды. Конечно, необходим какой-то подход. Мы должны активно работать. Да, мы делаем все на энтузиазме. Да, мы на энтузиазме. Но, конечно, нужен также и государственный подход. Конечно. Григорий, наверное, вопрос к вам. Получается, что Удины оставляют свою территорию, которая вошла в состав Азербайджана, и переезжают, в данном случае, в Ереван, или в Армению, или за пределы Азербайджана. Оставляют свою территорию? Да, так получается? Удины стали заложниками неблагоприятных для них исторических и политических обстоятельств и ситуаций. Они не оставляют, у них не остается выбора. Достаточно только напомнить, что или представить, что наглядным применам хваленного азербайджанского мультикультурализма и толерантности можно представить Удинский народ, на примере с армянским народом Азербайджана. Достаточно только отметить, что если на рубеже 18-19 веков этнических Удин на своей исторической родине могло быть около 100 тысяч в более чем 50 селах, то уже на рубеже 20 века этнических Удин оставалось около 10 тысяч человек. А к 1926 году, я вам статистические данные привожу официальные, а к 1926 году их всего-то 2445 человек было. Если в конце 80-х, начале 90-х годов число Удинов в Азербайджане было около 6120 человек, то после этого оно резко сократилось до 3800 человек в 2009 году. И это только по официальным статистическим данным Азербайджана. В реальности сейчас их осталось около полтора тысячи на осадном положении в селе Нич, где они стали меньшинством. Учитывая, что заселялось и заселяется село азербайджанскими турками, лесгинами-переселенцами, которые даже, пользуясь, как и в случае с азербайджанскими армянами, что Удинам деваться некуда, бесплатно пытаются взять их дома и так далее, выдавить. Фактически ситуация такая там. Если мы говорим, например, про эту ситуацию, то стоит обязательно отметить о том, что, так скажем, ситуация действительно критическая. Этот народ стал заложником азербайджанской политики в данном вопросе. И действительно, многие представители Удинской диаспоры в эмиграции и в Азербайджане, в том числе руководители, так скажем, в кавычках руководители Удинской общины, вынуждены играть по правилам, продиктованным не ими. Они абсолютно не являются врагами армянского народа и государственности. Это просто заложники. Мы можем вспомнить вот эти несколько ряд мероприятий, которые организовали при поддержке азербайджанского руководства. Дады Ванг, почему нет? В Ахтамаре до этого было и целом ряде ситуаций, например, Газан Четцотс и так далее, например, Титер Наванг, например, и так далее. Это целый ряд позорных мероприятий. Но, во-первых, мы должны зафиксировать, что те люди, которые там определенную роль играли, они не имеют никакого религиозного положения. То есть они не священники. Это просто всего-навсего представители общественной организации. Так же, вот как мы имеем, например, здесь в Армении удинскую общественную организацию. Только в отличие от армянской стороны, азербайджанская сторона и активно поддерживает, организует различные мероприятия, финансирует и пытается эту ситуацию разыграть. В условиях изменившегося статуса в КО в Арцахско-Азербайджанском конфликте этот вопрос вызывает еще большую озабоченность. И еще большую озабоченность вызывает, в том числе и в том, что если мы пытаемся противоставить что-нибудь дому, мы должны не просто накатом пытаться это сделать. Вот, например, мы должны альтернативные центры. Посмотрите, албану-удинский вопрос, помимо сугубо исторического и этнического значения, имеет прикладное политическое значение. Это должно в первую очередь понимать руководство Армении, которое до сих пор официального статуса национального меньшинства не предоставило удинской общине. Может численность небольшая? Нет, абсолютно не знаю. Есть, например, у нас еще более меньшие по численности общины, которые разделены, например, там 11 или сколько упоминается, где около, если я не ошибаюсь, около миллиона драм всего-навсего смешные деньги за год. Для того, чтобы могли свои национально-культурные мероприятия поддерживать и так далее. Поддержку языка, истории, культуры, обычаев, национальной кухни и так далее. Ничего политического нету в этом вопросе. И вот, понимаете ли, на протяжении многих лет невозможно добиться для удинской общины, представителем которой был один из героев национально-освободительного движения в Западной Армении. Сархис Кукунянц, который пытался перейти границу и так далее за Западную Армению. Этническим удином был и одним из составителей и словаря, и на удинском языке, к слову. Мофсия Селиков, про которого мы говорили, генерал-майор российской армии и генерал-лейтенант армянской армии, который был одним из организаторов обороны Араратской долины, в том числе и Еревана. В том числе и Еревана, благодаря которому мы сейчас не в Ереване сидим, а в Ереване находимся, к слову. Один из организаторов операции ЗОДК по подавлению террористических сепаратистских движений в Севанском бассейне со стороны тюркского меньшинства, которые пытались, да, сейчас тоже, говорит, Севан-Зангидзурская республика и так далее, пытаются восстановить там претензии на нашу территориальную целостность. Вот это, о нем очень мало говорят в Азербайджане, бахвальствуя каким-то отношением, близкими отношениями с Удинской общиной и так далее. О нем очень мало говорят. Почему? Потому что невыгодно. И вот, что мы можем противоставить этому? Что? Поддержку Удинской общины Армении, которая имеет право, все права имеет, да, на том, чтобы законное свое место занять за столом, да, национальных меньшинств Армении, государственных. Что тормозится искусственным образом, уже на уровне государственных чиновников, многократно об этом говорилось, но нету понимания мышления государственного, нету. Понимание, что этот братский нам народ разделил нашу судьбу, что сейчас его эксплуатируют и используют против нашего народа. А какая у него альтернатива есть? Какая у него альтернатива есть в Азербайджане? Альтернатива есть, вот, например, не Бредни Фариды Мамедовой, Зиебуньятова, Левиатова, Зекилием Польского, которые пытались, понимаете ли, пытались яд бацилу, да, втравить. И во многом получилось, что типа азербайджанские, арцахские армяне, мол, это не этнические армяне, а армянизированные Албана Удины, мол, зачем вы боретесь за эти территории, зачем вам посылать своих детей туда? Это же не ваши территории, это не ваши храмы. Понимаете, насколько это важно? И насколько отсутствует понимание этого вопроса в высших эшелонах власти Армении, что до сих пор удинской общине Армении не дают то, что она имеет право иметь по праву. На голом энтузиазме, добавляя к тому, что сказала госпожа наша Сусана, госпожа Абрамян, на голом энтузиазме далеко ведь не проедешь. В Азербайджане организуются периодически так называемые симпозиумы с участием удинской общины и так далее и тому подобные. И третье, четвертое. В Риме, в Москве, в других местах. Основная цель для Азербайджана – это дискредитация, значит, унижение чести и достоинства армянского народа. В принципе, используя наш братский народ. Многие в удинском народе и в его диаспоре еще помнят историю недавнего времени, когда они скрывались от, так скажем, мусаватистов в лесах, в том числе и село Ницш, население, сколько жертв было во время погромов и геноцида, начала 20-го года. Они еще помнят, что было в 90-х годах, когда пытались бандиты турецкие ворваться в село и устроить там геноциды, когда они стояли на границе у села, защищая свое село. Когда не знали, что делать, когда петиции подавали о том, чтобы что делать с этой ситуацией. Это было и в 18-м году, посмотрите, нухи орешского землячества, письма сохранились, в том числе упоминания этих сел о том, что там происходит. Посмотрите, значит, 20-й год, Новый год, если я не ошибаюсь, 2-е января. И в Баку праздновали, как всегда, Новый год, как всегда. И в Нидже тоже отпраздновали в оставшейся части некогда Великой Кавказской Албании, которая простиралась как минимум в то время от середины, ну, имеется в виду западной части Кавказской Албании, северной курой. И вот, посмотрите, что произошло. Очередной эксцесс. Значит, понимаешь ли, там кто-то на Новый год взорвал салюты, и азербайджанская толпа по наущению в нескольких кавычках полуграмотных азербайджанских блогеров пыталась войти в село, это уже в 2020 году было, и устроить бойню под призывом «Ах, армянский хвост здесь остался! Ах, вы, значит, пока еще над нашими шехидами земля не остыла, вы уже празднуете Новый год, в то время как в Баку, в самом городе Баку, несмотря на то, что над шехидами, да, 30 тысячами, 29 тысячами шехидов в кавычках, а на самом деле террористов, сепаратистов и всего такого, земля не успела остыть. Там праздновали, роскошно праздновали Новый год, но Удинам этого не прощалось, и пытались войти и устроить погром. Когда фальсификация идет со всех сторон, покойная Фарида Мамедова, одна из матерей фальсификации истории, да, и, значит, настаивателей на, так скажем, албанской концепции истории Азербайджана, говорила там, несколько ляпов, называется доктор наук, понимаешь ли, называется член-корреспондент, уже покойная, уже ее Джагнам забрал, уже Джагнам и мечи наинка забрал. Значит, когда писала, что из зоны Шаки Кабала, Удины на Удинском языке писали, нет, она писала из Карабаха, Удины на Удинском языке писали письмо Петру Первому. В то время, и это все, как говорится, хавает пипл, грубо говоря, потому что альтернативы-то нету представленной, в то время как литературным языком для Удин уже давно стал армянский, давно. И если не из Карабаха писали, а из зоны Кабалой писали Петру Первому на армянском языке, что мы ночью армяне, имеется в виду армяне не по национальности, а по религии, потому что мы общую религию разделяем, общую апостольской армянской церкви, о днем Турки, то есть это как раз Гаджи Чайлиби время было, насильственное обращение Удинских сел в ислам, к слову, значительное число так и есть. И теперь мы что можем противопоставить этому? Мы не затыкаем азербайджанским пропагандистам рот, в том числе, который финансируется из азербайджанского бюджета в России, в том числе удинского происхождения и не только. Мы не помогаем альтернативному мнению удинской... Григорий, получается, что азербайджанцы считают себя наследниками Кавказской Албании, они считают, что это армяне не армяне, а кавказские албанцы, они тоже кавказские албанцы, то есть армяне это азербайджанцы? Они... Уже договорились до этого, что азербайджанцы это армяне? Они давно до этого договорились, но... И наш Ганзасар это азербайджанские, и наши все церкви это азербайджанские. Они давно до этого договорились. Где логика? Где логика? Я не могу понять, что хотят они. Если бы они в это верили... Они ненавидят армян и считают себя армянами? Если бы они... Они не считают себя армянами, они провозглашают себя потомками кавказских албанцев, что не так абсолютно. Вот, потомки кавказских албанцев сидят у нас в студии сейчас, глава общины. Они пытаются эту ситуацию исказить, но если бы они сами верили в свою пропаганду... Нет, давайте закончим логику. Если бы они верили, что азербайджанские, а арцахские армяне являются прямыми потомками армянизированными кавказских албанцев Удин, и их историко-культурное наследие является наследием Кавказской Албании, а они себя каким-то образом приплетают, хотя на самом деле они убийцы Кавказской Албании, убийцы коренных народов Кавказской Албании, убийцы и уничтожители их культуры. Были и есть сейчас. Были и есть. Так если это так, если они правда в это верят, но если они верят правда, что азербайджанские и арцахские армяне это армянизированные албана Удины, то какого макара случился геноцид армян в Азербайджане по отношению к своим собственным армянизированным братьям Удино-Албанам? Каким образом, если они говорят, что, например, не хачкар, а хачдаш, к слову, в Нахичеване и в других местах... А при чем здесь они и крест? Сейчас скажу. Каким образом, если они в это верят, каким образом, например, мы имеем в Нахичеване, в джуге, джульфе, уничтожение этих памятников, церквей и так далее, они сами не верят в свою пропаганду. А что мы делаем? Это все на фоне нашего безразличия. Вот рядом с нами сейчас находится... Но мы говорим это бессмыслице, поэтому, может быть, и ничего не делаем. Нет, 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 нет. Надо конкретными делами делать. Если надо кого-то там в России заткнуть, это можно. Механизмы есть, кого-то заткнуть и как заткнуть есть. Если нужно альтернативный центр притяжения всемирной иудинской общины, нашей братской общины, еще раз говорю, мы большинство из этих людей помнят до 1937 года, на армянском языке исключительно образование было там. И вот сейчас альтернативную точку зрения. Почему нет поддержки иудинской общины Армении? Где эта поддержка? Где понимание этого? Вот мы имеем факт, то, что сейчас на голом энтузиазме люди пытаются организовать общину. И что из этого может получиться? С другой стороны, с азербайджанской стороны, в узкокорыстных интересах происходит финансирование. Это так называемые, кавычках, общины, а на самом деле общественные организации, не религиозные абсолютно. Поездки там в церкви наши армянские и так далее, совершение этих провокативных актов и так далее. А мы что делаем со своей стороны? Что мы делаем-то? Может быть, это их вина в их действиях, а может быть, наша вина в нашем бездействии? Вопрос? Вопрос Сусане. Сусана, вернемся к общине, вернемся к Удинам. Мы говорили о языке, мы говорили о проблемах общины. Есть ли какие-то четкие проблемы, которые вы сегодня можете озвучить, и которые мы, как пресса, сможем вам помочь? Проблемы, по-моему, уже довольно-таки осветил Григорий. Есть задачи, есть интерес организации мероприятий. Например, в плане организовать мероприятия с приездом детей, школьников, взрослых, посмотреть в Матанадаряне рукописи, где сохранились албанские письма. Повезти их в Сардарапад, познакомить с музеем. А в Матанадаряне сохранилось? Да, есть. Письменные источники у нас есть? Алфавит, алфавит есть. И познакомить с алфавитом, чтобы они это увидели. Познакомились бы, карты показать, сходить в музей исторический повести, в музей Сардарапада познакомиться с силикянами. Есть также намерение сделать вечер дружбы, познакомить также и другие национальные меньшинства с деятельностью общины, с историей Удин, с историей Кавказской Албании. Но все это, конечно, упирается в какие-то все-таки материальные начинания. Ничего, ну и Антопан вы знаете, Григорий. Давайте вместе возьмемся и будем помогать общине, Удинское общине Армении. Также вот у них есть праздники, например, маевка, они с удовольствием там кухню свою показывают, да, вот какие-то национальные обычаи. Есть, например, песни, которые мы сделали. Самое главное, самосознание есть, национальное вот это самосознание и у детей, у младшего, скажем так, поколения. Вот у младшего поколения надо это воспитать, надо в этом плане работать, потому что родители уже взрослые, бабушки, дедушки, окружения нету как такого Удинского. Правильно, когда Удины собираются, они разговаривают на своем языке, но поколения все-таки нужны какие-то учебники, ну, нужен какой-то немножко более такой. Спасибо. Григорий, может быть, вы знаете, я не знаю, если не знаете, значит, мой вопрос так останется. В Азербайджане в паспорте написано Удины или азербайджанцы они? В Азербайджане... Все пишутся азербайджанцы? Нет, 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 нет. Как и в Армении не упоминается национальность в паспорте. У нас же в Армении тоже не написано ассириец, армянин. Нет. Нету. В Азербайджане тоже нету этого. Есть месторождение, наверное. Ну, месторождение, ну, не все догадаются, потому что по региону там, я еще раз говорю, в самом же самом нынешнем моменте единственном Удинском селе, где Удины, к сожалению, большому, на своем некогда обширной протяжении, обширной родине стали меньшинством в последнем своем селе. Это трагедия, это трагедия, это гигантская трагедия единственного нам братского народа. Еще раз, Удины в своем селе остались в меньшинстве. К сожалению, большом, да, около 7 тысяч населения, там и около полторы тысячи Удин. К сожалению, это народ на грани уничтожения, на грани ухода их язык. Понимаете? И в данном случае, если мы говорим, что там в паспорте написано и что не в паспорте написано, действительно надо поддерживать культуру. Смотрите, Удинская идентичность живучая. Только для этого многие, я вам скажу, кстати, это не только беженцы из Азербайджана, которые нынче приехали. В советское время тоже очень много Удинов было в Армении, и до советского времени было. Их много, и в Ереване немало. Их колыбель, территория, это там осталась, она в составе Азербайджана сегодня. Откуда они приезжали сюда? Колыбель, это как раз ядровая часть Кавказской Албании. Как раз ядровая часть. Как я вам сказал, статистику привел, они были бы самым крупным, в кавычках, лезгиноязычным народом. А если это бы осталось бы, самым крупным был, этот народ бы назывался удиноязычным, а не лезгиноязычным. И христианским народом. Просто неблагоприятные события, обстоятельства и так далее, и тому подобное, привели к тому, чтобы они на осколках некогда своей огромной родины, третьего нашего брата. То есть Грузия, Вирк, Армения, Хайастан, Хайк и Ахванг, Албания. Как раз с эпохи развитого средневековья мы про Удин говорим ведь, наши католикосы об этом говорили. После этого уже в 96-м году, в 90-х подтверждение этому пришло, что это не какие-то предположения, фактическое, лингвистическое подтверждение, что это как раз о них и идет речь. Это не предположение, это не один из 26 народов. Возможно, один из 26 племен античной Албании, но их эпохи развитого средневековья, это был развитый, то есть это был ядровой народ Кавказской Албании. Когда мы говорим про албанцев развитого средневековья и даже позже. Например, у нас сохранился вблизи селения Чалет, упоминание, епископ Давид, епископ Чалета из иутийцев. О чем речь? Открыто ведь написано об этом, есть источники, а после дешифровки полимсеста об этом дискуссии просто, ну дилетанты только могут вести, говоря, что не было никакого албанского языка. Был аварский, не знаю что, 3-й, 4-й, да вранье. Азербайджанцы никакого отношения к этому не имеют. Да, да, был Гаджи Чалеби, сын, значит, священника в черном. Некоторые говорят армянского священника, который перешел в ислам, а на самом деле по этническому происхождению, да, на самом деле, утийцем он был. Да, и как раз благодаря его стараниями, да, в ислам обратилась зона Шаки. Удинская зона, огромная зона, насильственно вырезались, вырезалось население, сколько свидетельств оставалось. Я еще раз говорю, если на этой земле, на этой земле, есть какой-то народ, который более обижен историей и судьбой, чем армянский, на этой земле, это удинский народ, который во всем наш, всегда был нашим союзником, всегда был нашим, как сказать, единоверцем изначально. И сейчас дошли до такой, мы что можем сейчас сделать? Мы можем на стель тахтин, как по-армянски говорят, спасинг бахтин, а можем протянуть руку помощи нашему братскому народу, который здесь находится, здесь, рядом с нами. По разным оценкам, это действительно оценки специальные, специалистов, от 200 человек до полтора тысячи в Армении находятся. Варташинские удины, большинство эмигрировали, и как и нич, и как и нич, к слову, село в данном случае, значит, из Варташина беженцы в основном осели на юге Ставропольского края. Удин есть своя национальная специфика, никогда нельзя, понимаете, они наши братья, они наши единоверцы, их лейтенатурный язык с определенного времени стал армянским, не всегда он таким был. Но какая специфика, вы говорите? Специфика это культура, специфика это обычае, хотя у нас они тоже во многом общие, продиктованные в том числе нашей общей религией и так далее и тому подобное. В первую очередь, ну, например, национальные костюмы, хотя они тоже схожи с определенной частью армян, восточной части Армении, но это не важно. Важно в том, что мы должны поддерживать эту и специфику, и культуру, и язык, и историю, и обычаи. Почему нельзя это делать? Что стоит? Например, к слову, не хочу ни против кого ничего говорить, но у нас там вроде там записано в официальном там 11 национальных меньшинств. Притом, например, курды и езиды отдельным национальным меньшинством считаются, греки у нас считаются национальным меньшинством, а удины, удины, которые на протяжении больше чем 2000 лет были нашими соседями. Сначала Гаргарская империя, царство, да, которое на самом деле по сути-то удинским было и так далее. Напротив, мы бдежство, утик создали, чтобы защищать от молодой удинской нации тогда. Потом крещение произошло в том числе и за Арменией, вместе с Арменией, практически параллельно это все произошло. Мы же всегда разделили общую судьбу. А сейчас что? Мы своего младшего больного, токар, ехпора, в беде бросаем. Брата. Мы бросаем в беде младшего и сейчас будем говорить, ах, какие они, вот что они делают, а на азербайджанскую дудку поддаются. А мы какую альтернативу-то им предлагаем? Предлагаем альтернативу? Ах, значит нам жалко в 11 национальных меньшинств включить эту общину, дать миллион драм всего-навсего, не для политики. Они политикой здесь не будут заниматься. Развитие своей культуры. А не, нет, мы же демократическая страна, мы же не азербайджан, не диктаторский азербайджан. Мы не заставим кого-нибудь в маршрутку сесть и поехать по армянским храмам или еще что-то, что-то доказывать. Культуру, язык, общение, показать всему миру, что мы мультикультурная, толерантная страна. Что удинский народ, наш братский народ, что он нашел свое место на нашей общей родине в Армении. Что он очень много сделал в становлении армянского государства нынешнего. И неужели мы от этого откажемся, а после этого Бог нас простит? Спасибо вам. Вас благодарю. Спасибо, Сусанна, за участие в нашей передаче. Спасибо также вам, всем, кто слушал нашу беседу. Напомню, что в эфире был Нойан Тапан на русском. И у нас в гостях была глава Албана-Удинской общины Армении Сусанна Абрамян и кандидат исторических наук в Казавет Григорий Айвазян. Беседа Вилагаяна и Аракелян. Всех благ и пусть будет мир. Субтитры создавал DimaTorzok